По Слову Божьему, ответственность за духовное воспитание наших детей несут кто? Родители. Слава Богу, что вы это понимаете. Именно родители ответственные несут ответ за то, переживают ли дети личную встречу с Богом, отдают ли ему свое сердце. Именно родители заботятся о том, чтобы ребенок слышал Слово Божье, чтобы он в нем развивался. Мы можем прочитать об этом в Ефесянам 6.4. Прочитаю вам. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Родители должны заботиться о духовном развитии детей больше, чем о своей профессии. Больше, чем даже о служении в церкви, о своем социальном статусе. Именно этот главный вопрос, который должен перед нами стоять. Если мы с вами откроем второзаконие, шестую главу, и прочитаем с 4 стиха, мы увидим, какие высокие требования Господь ставит перед родителями. Да, перед нами нелегкая задача, но исполнимая. Давайте прочитаем. Второзаконие, 6 глава, 4 стиха. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего, и на воротах твоих. Да, родителям приходится следить за разными аспектами жизни детей. Но самое важное, мы видим, Бог подчеркивает, самый важный аспект, который Бог просто повелевает нам исполнять, наставлять их в Слове Божьем, заботиться об их духовном развитии. Самое главное, мы видим, что здесь Бог нам написал. Возлюби Бога всем сердцем, а следующие слова тут же, и передай, и передай веру своим детям. Наша задача, передать веру детям. Вот если мы посмотрим Новый Завет, там апостол Павел также приводит нам пример правильного воспитания детей. Это Тимофей. Его бабушка Лаида, его мама Евника наставляли Тимофея. И оно не противоречит тому, что написано во второзаконии. А именно, что они делали? Они наставляли его с детства. С детства. Причем наставляли и вкладывали любовь к Богу не просто на основании своего опыта житейского, или каких-то своих взглядов, как они считают, а именно в свете Священного Писания. Тимофей был очень наставлен в Священном Писании. Что же еще эти женщины делали? Их слова не расходились с их делом. Мы знаем этот грубый пример, когда вот глупо говорить детям, что как вредно курить, как это вредит здоровью, при этом родители сами с сигаретой стоят, да? Но это грубый пример. А у нас как? Мы хотим, чтобы наши дети полюбили молитву, а сами молимся только на служение. Мы так хотим, чтобы дети наши читали Библию, а как часто мы ее открываем. Мы не сможем им внушить эту любовь. Мы только можем своим добрым примером ее показать. Сейчас такое мнение бытует в церквях, учение, я бы даже сказала, что душепопечение, забота, она нужна только взрослым, только вот зрелым людям. А дети потом, то есть сначала мы позаботимся о взрослых и иностаем, а потом они уже будут наставлять своих детей. Ну, возникает логический вопрос. Если мы, взрослые, нуждаемся в душепопечении, в заботе, то как наши дети, наши подростки, как они могут сами себя наставить? Иисус оставил великое наставление. Идите и научите все народы. Да, мы это же знаем. И здесь нет возрастных ограничений. Ведь правда? И сколько бы мы читали Библию в Новый Завет, где бы Иисус не учил, в большинстве случаев везде были дети. Иисус не исключал детей. Наоборот, Он говорил, пустите детей ко Мне. И Он особенно работал, особенно индивидуально работал с теми детьми, которых были особенные нужды, особенные проблемы. Причем Он с ними, ну, заботился о них и проявлял всю силу, всю любовь и милость к ним по обращению родителей к Нему, по просьбе родителей. Дорогие, у нас есть огромная привилегия. Мы можем обращаться к Иисусу за помощью, когда у нас сложная ситуация с детьми. А они у нас есть. Я искренне сочувствую неверующим людям, у которых нет Бога. Я не представляю, как воспитывать детей без Бога. Правда. Но у нас есть большая, великая привилегия. Мы можем молиться за наших детей, просить у Господа милости для них, не проклинать, но благословлять. К сожалению, даже в нашей церкви мы наблюдаем вот этот разрыв в духовных отношениях между родителями, детьми. Когда нехватка времени, занятость, нехватка, может быть, даже любви, нежелания или лени разбирать с детьми Слово Божие, наставлять их Слове Божие, посвятить время молитве, свидетельствам. Все эти причины, конечно же, наши гаджеты, нам так легко бросить детям гаджет, и они будут с ним сидеть полдня. Все это приводит к тому, что дети просто дистрофией духовной обладают. У нас пару недель назад был экзамен в воскресной школе. Экзамен — это когда мы преподаем цикл тем на воскресной школе, и в конце мы проводим такой опрос, экзамен. Каково было наше удивление, когда в самой старшей группе, в виноградной лозе, где занимаются дети 10-11-летние, они испытывали трудности, отвечая на библейские вопросы по историям, даже которые они проходили на воскресной школе. Послушайте, это дети, рожденные в церкви, которые с младенчества в собрании, на воскресной школе, но они затрудняются, отвечают на вопросы по популярным библейским историям. О чем это говорит? Это говорит о том, что дома это не читается, не изучается и не разбирается. Вот то, что ребенок успел на воскресной школе час-полтора в неделю услышать, то он и выдает. Это печально, дорогие. Но в то же время, на этом же экзамене, в другой группе, семилетняя девочка, мы знаем, что там, в этой семье, очень любят Слово Божие. Почему мы такой вывод сделали? Ее старший брат этой девочки рассказывает про ее старшую сестру. Да вы что? Она целыми днями Библию читает, захлеб из рук ее не выпускает. И это семилетняя их младшая сестренка на вопрос по истории. В чем же согрешил Иоанна? В чем он не послушался Бога? Она отвечает, Бог сказал ему плыть в Неневию, а он купил билет и уплыл на корабле в Фарсис. Семилетняя девочка, у которой, по идее, даже сложности с запоминанием имен, и тем более городов. О чем это говорит? Что она эту историю не слышит? Слышит не в первый раз. Она знает ее, она читала о ней дома, не разбирали это дома. И, конечно, не составляет труда ответить на этот вопрос. Дорогие, закон сеяния и жатвы никто не отменял. Что мы посеем наших детей, то мы потом и будем пожинать. Давайте сеять в них любовь к молитве. А как это привить? Молиться с ними, чтобы дома у нас был алтарь, чтобы дома у нас совершались молитвы не только за еду. Давайте прививать любовь к Слову Божьему. Как? Читая его, разбирая вместе с детьми. Ведь во футрозаконии мы с вами прочитали использовать любую жизненную ситуацию в повседневной жизни, где можно прославить Господа. Гуляя по улице, мы можем замечать творение Божие в парках, в лесу, как чудесно, как дивно Бог сотворил. Обратите на это внимание своих детей. Если ваш ребенок приболел, вы молитесь о его исцелении, и он здоров, остановите его, обратите внимание, что Иисус тебя исцелил, Бог явил милость, Он тебя исцелил, и ты здоров. Если вы получили какое-то благословение в семье, материальное, финансовое или духовное, посадите своих детей, расскажите, что Бог вас благословил, Бог подал вам это. Мне так радостно слышать такие вот истории, когда отец, идя с ребенком из садика, рассказывает о нужде какой-то в церкви, и говорит, а давай мы прямо сейчас с тобой помолимся. И ребенок, да, давай. И они здесь, по пути из садика, останавливаются, и это ребенку прививает, то, что Бог с ним рядом, он слышит его, они молятся прямо на том месте, где они шли. Давайте будем сеять детей наших. И наша молитва, детских служителей, наша молитва, и переживание, и желание огромное, чтобы мы всех детей видели служителями, евангелистами, пастырами, дьяконами, женами служителей, чтобы они сами выросли и были наставлены Слове Божьим и приносили плод. Пусть Бог нас в этом благословит.